Друзья, всем привет! Сегодня я представляю вам первый тест-драйв Ford Focus 2007 года выпуска данного автомобиля. Стоимость составляет 289 тысяч рублей. Выражаю благодарность автоцентру Allianz Garant. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Вот такие у нас ключи. Закрыть автомобиль, открыть, открытие багажника дистанционное. Второй ключ. Автомобиль в хорошем состоянии. Штампы стоят. Декоративные колпаки, фары. Хром здесь не облез. Та самая очень крутая тема, чтобы открыть, соответственно, капот. Сначала получается влево, потом вправо проворачиваете, и капот таким образом открывается. Иной просто не дано для этого Ford, для Focus. Вот здесь действительно это Focus. Стоимость автомобиля небольшая трещина на лобовом стекле имеется. Вообще оставляет очень положительное впечатление Ford Focus. Фокус солидный, мощный, красивый, хорошо управляется. Самое главное. Верхцветный салон у нас. Как видите, он тоже в хорошем состоянии сохранился. Бардачок, на удивление, небольшой. Держатель для карм, для ручки, надпись Focus. В отделке применяется мягкий пластик. Здесь он уже твердый, но в целом все очень благородно, отчаянно, хорошо. Итак, второй ряд сидений этого Ford Focus. Здесь вещевой бокс. Здесь также имеется вещевой бокс. Ох, сидушки нереально комфортные. Плафона освещения для задних пассажиров, к сожалению, нет. Как видите, здесь вещевые карманы, небольшой центральный тоннель и подлокотника нет. Такая комплектация, скорее всего, самая простая. Удобно и комфортно, без претензий. Лючок бензобака. Здесь у нас огромный багажник, запаска, навкратные инструменты, все имеется. Такая увесистая крышка багажника. Цвет, скорее всего, металлик, черный металлик. Потому что очень красиво переливается на солнце. И так, такие толстые дверные карты. Посмотрите на это чудо. Хорошая шумоизоляция в Focus. Этим он и прославился. Вообще, я когда нацелился, точнее, был нацелен на покупку Focus, был удивлен. Пробег 158 тысяч. Был удивлен чем? Что Mazda 3 на той же платформе, соответственно, Ford Focus и Volvo S40. Но... Ах, ах, ах... Что ж такое-то у нас? Вот тебе на. Ford Focus едет комфортнее, Mazda собраннее и азартнее. А, соответственно, уже Volvo S40 это безопасность и комфорт. Но я бы, наверное, выбрал на первом месте Mazda 3, потом Ford Focus и затем уже S40. Итак, что случилось? Что произошло? Только что пытались на автомобиле, и сейчас он говорит нам нет. Давайте попробуем разобраться. Что же нужно этому Focus? Такой тест-драйв. Так, поддену я его, дороже, и нет. Что случилось? Почему же ты не хочешь ехать, друг мой? Клему все нормально. До конца ее подзатянуть. Так, она вроде бы не сместилась. Почему не хочет? Так, ключ у нас здесь. Фокус, фокус. Поедем мы с тобой сегодня или не поедем никуда? Так. Оп. Бац, и пропадает. И что это такое? Интересно. Так, еще раз попробуем. По всей видимости, Focus поедет, но не сейчас. Так, тут же вроде бы все закрепили. Посильнее затянуть надо будет, скорее всего, где я. Закреплена она нормально. Что не нужно? Пробуем еще раз. Так, давай. Что ж такое-то? Капот открыт, пишет. Во, и сейчас опять тык, все, не скинет. О, нет, смотрите, запустился. Чудо, чудо. Поедем кататься. Бывает такое непредсказуемое все. Так, кружок. Опускаю тебя. Вот даже такое бывает на тестах. Ну и ничего, завелся, спустился. Так что пять минут назад на нем катался. И вот такая ситуация, представляете себе. Опа! Здесь у нас управление для платного компьютера. Все необходимые информации выводятся. Пристегивайтесь. Будьте взаимовежливы на дороге. Ручник, кстати, вот тормоза как схватывают. О, здорово. Аудиосистема SD-карта имеется. AUX USB. Какая-то крутая. Кондер. Подогрев сидений. Электрообогрев. Стекла. И пятиступенчатая механика. Довольно бодренькое сочетание. Так вот. Мазда 3, Ford Focus или Volvo S40. Каждый для себя решает сам. Но я бы взял, наверное, если бы я руководствовался семейными ценностями, Ford Focus. Если бы я еще был свободен от семейного положения, холост, тогда Мазду 3, это точно. А уже если руководствуетесь безопасностью, стилем, цените шведские автомобили, тогда добро пожаловать к Volvo S40. Ну, а Ford Focus'ов, как практика, показывает их на лучках нашего города побольше, побольше. Погнали! Так, стекло немножко подниму. Довольно шустрое ускорение обеспечивает. Вроде не самый такой топовый движок, а выглядит отлично. Коженый руль здесь, травоспицевый. Родная кожа, его не перетягивали без потертостей. Здесь такие вставки пластиковые под металл, якобы. Неплохо едет, бодренько. Знаете, самая педаль сцепления очень мягкая и переключать легко. Не промажете. В этом плане претензий нет. Что касается надежности, если посмотрите форумы, в принципе, с этим все нормально. Это самые безопасные автомобили, что второй, третий Focus. Очень безопасный автомобиль. Но, как-то я читал на форуме, на третьем Focus сломался блок электростеклоподъемников. И там стоимость что-то в районе 12-14 за моторчик и за сам стеклоподъемник. Ну, как-то не дешево. И человек катался со сломанным стеклоподъемником. Как-то так. О-о-о-о! Понаваривать можно, можно. Погнали. Знаете, вот тяги во всем диапазоне достаточно. Нельзя сказать, что он, допустим, подхватывает с 2,5, с 3 или с 4. Он как ведет равномерный разгон, он так и идет. Никаких сюрпризов нет. То есть подхвата где-то вы не почувствуете. Просто ускоряется и все. Каких-то рывков таких, ускорений, чтобы выжимало вас в кресло. Нет, просто уверенно, стабильно, хорошо разгоняется со средним показателем от ля до ста. Больше ему и не надо. Но здесь комфортнее, чем, допустим, у Mazda 3. Это уже однозначно. Такой Ford Focus. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Будет очень много интересных видео. Очень рекомендую покупки автомобиля. Всем удачи, друзья. Пока!